Учеба в сочетании с приятным летним отдыхом среди живописных лесов и полей. В Волоколамском городском округе завершает смену молодежный форум «Я гражданин Подмосковья». Уже седьмой раз его проводят по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В этом году перед участниками выступили четыре сотни спикеров с лекциями и мастер-классами. Накануне в рамках форума провели день открытых дверей Московской области. Все муниципалитеты представили свои достижения и провели ярмарку вакансий крупнейших предприятий. Пообщаться с единомышленниками, получить новые знания, а заодно найти работу. Все это в шатре Химок. Здесь представлено очень много вакансий. Например, я вижу НПО имени Лавочкина, также Энергомаш, структуру МВД, а в конце интерактивная карта вакансий. Здесь каждый может найти вакансию себе по душе на карте всего городского округа. Юлия Акимова занимается подбором сотрудников в одной из градообразующих предприятий Химок – НПО имени Лавочкина. Сегодня рассказывает всем желающим о работе в космической отрасли и демонстрирует крупнейшие разработки. Например, это «Спектр-Р». Измеряет электрофизические показатели на орбите, впервые запущен в 2011 году. На предприятии ждут новых сотрудников, которые смогут участвовать в создании таких агрегатов. К молодежи, да, вот подходит им интересно, особенно те, которые заканчивали технические какие-то вузы. Не только в Москве, но вообще по всей России. То есть у нас на предприятии работают люди со всей России. Глава Химок Дмитрий Волошин лично проверил работу всех стендов и ответил на вопросы молодежи о жизни в городском округе. Сегодня вся наша большая команда здесь. Более двух с половиной тысяч вакансий представлено на нашей территории. И мы приглашаем всех сегодня и говорим наш любимый лозунг. Живем там, где мы работаем. Для нас очень важно, чтобы мы работали там, где жили и жили там, где мы работали. Визитной карточкой шатра стал робот по имени Кики. Пообщаться с искусственным интеллектом решила и вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. Меня зовут Кики. А кто тебя зовут? Как вас зовут? Наташа. Приятно познакомиться. Мне взаимно. Кто сделал так красиво тебя? Меня создала компания Альфа-Роботикс Москва. А кто создал вас? Острую на язык Кики оценили не только чиновники, но и молодежь. Какие впечатления вообще сейчас от шатра Химок? У вас робот умный. Да. Она, кстати, очень сообразительная, с логическим мышлением, не хочет кататься на велосипеде. Предпочитает Лексус или Афган? В ресторан. А у тебя есть Лексус? Химкинский павильон, самый громадный, самый большой. И увидели главу города Химок. Все круто. В шатре нашлось место и для спорта. Здесь футбольный клуб Химки и участники молодежных баскетбольных команд. Мы представляем свой клуб. Баскетбольный клуб Химки. Это одна из лучших академий в стране. Интересуется успехами команды. Вот в этом году у нас получилось выиграть единую молодежную лигу. Среди перспективных спортсменов и ветераны. Известный российских футболист и бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин провел свой мастер-класс. Мне кажется, отличная площадка для того, чтобы поделиться своим опытом или найти единомышленников и так далее. То есть я думаю, что не только для молодежи, но и для нас тоже, опять же, можно найти общие знакомства, завести. Молодежный форум завершат 31 июля. Всего в нем приняли участие более 10 тысяч человек со всей России. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.